Океанский паром, скандинавская звезда. 19 лет судно перевозило пассажиров и автомобили. Пока не случилась беда. Во время обычного рейса в течение 45 минут 482 человека находились в смертельной опасности. Сегодня, используя современную компьютерную технологию, мы восстанавливаем картину случившегося. Катастрофы не происходят ни с того ни с сего. Им предшествует цепь важных событий. Мы узнаем о роковых решениях, принятых за секунды до катастрофы. Пожар на звезде. Норвегия. Осло. Пятница, 6 апреля 1990 года. Начало пасхальных каникул. После реконструкции 142-метровый океанский паром «Скандинавская звезда» начал совершать регулярные рейсы между Норвегией и Данией. В 19.30 судно должно отправиться в рейс из Осло. На его борту автомобили 383 пассажира и 99 членов команды. Но происходит задержка с погрузкой. В машине на причале ждала семья Хайде Йенсен. Ей тогда было 11 лет. Мы узнали о задержке. Мама с моим братом пошли на корабль, а мы с папой остались ждать. Он был моряком, и я задавала ему разные дурацкие вопросы. Спросила о спасательной шлюпке, о том, плавал ли он в ней. Помню, он ответил, что никому бы этого не пожелал. Несмотря на задержку, пассажиры готовятся к небогатому событиями 13-часовому плаванию. Ян Харсэм, его беременная жена Кристина и их полуторагодовалый сын Халвор в ожидании беспокойной недели. Мы решили отправиться на пасхальные каникулы, чтобы повеселиться. Хотели как следует отдохнуть, потому что лето обещало быть горячим. В воздухе пахло весной. Был прекрасный день, погода стояла ясная. Прекрасные условия для судна водоизмещением 12,5 тысяч тонн. Скандинавская звезда. Этот девятипалубный паром был построен в 1971 году. В центре третьей палубы легковые грузовые автомобили, по краям в два яруса пассажирские каюты. Но больше всего пассажирских кают на пятой палубе. Над ними три палубы с помещениями для отдыха, магазинами, рестораном, баром и дискотекой. Обычно во время плавания там многолюдно царит праздничная атмосфера. Судовой мостик, с которого управляют судном, на восьмой палубе. В тот вечер на вахту заступил Хуго Ларсен. Пассажиры могут быть спокойны. Капитан 22 года вводит суда. 21 час 45 минут. Отданы Швартовы. Скандинавская звезда, наконец, отправляется в плавание с опозданием на 2 часа 15 минут. Но на судне не все так, как должно быть. Реконструкция внутренних помещений не завершена, возникают сложности. Йен Харсен уже спутал номер своей каюты. Проблемы и устойки администратора. Потом мне дали не тот ключ, пришлось возвращаться за новым ключом. Даже 11-летняя девочка видела, что на корабле не все в порядке. Команда не понимала ни по-норвежски, ни по-английски. Все бегали с озабоченным видом. Но вскоре неорганизованность стала казаться лишь небольшим неудобством. О проблемах забыли. Их ждали ресторан, бар и другие места отдыха и развлечений. Я хотела пойти в магазин, где продавали необлагаемые налогом товары и что-нибудь купить. Это одно из любимых занятий девочек такого возраста. Не хотелось оставаться в каюте. Это было скучно. Полночь. Юные пассажиры, такие как Хайди, уже в постели. Йену Харсену не спится. Он уходит из каюты на пятой палубе, оставляя там жену и сына. Наш сын Халвор был совсем маленький, ему пора было спать. Я ходил по кораблю, смотрел на людей. Было видно, что они начинают осваиваться. Скандинавская звезда идет уже с крейсерской скоростью. Море спокойное, ночь ясная. Пассажиры, расположившиеся в своих каютах, надеются, что отсутствие качки позволит им хорошо выспаться. Однако судьба некоторых из них уже решена. Два часа. Скандинавская звезда в пути 4 часа 15 минут. Полуночники развлекаются в баре и дискотеке на восьмой палубе. На третьей палубе в коридоре начинается небольшой пожар. Пожар набирает силу. Распространяется по стенам и потолку. На верхних палубах пассажиры спят или веселятся. К 2 часам 9 минутам пожар достигает лестничного пролета и поднимается на четвертую палубу. Но пока никто из пассажиров не догадывается, что внизу огонь набирает силу. Не знает об этом и капитан Ларсон, находящийся на мостике скандинавской звезды. Несмотря на распространяющиеся дым и пламя, никто еще не видел огня и не поднял тревогу. Несколько молодых спортсменов, направлявшихся в тренировочный лагерь, вовсю веселятся. Одному из них, Авидару Скилинг Саку, всего 14. Для 14-летнего парня, путешествия без родителей в Данию с друзьями – настоящий праздник. Никто не заставлял нас ложиться спать, это было здорово. Мы могли выбирать такие развлечения, как дискотека, игральные автоматы. Два часа 11 минут. Видар и его друзья замечают дым, проникающий с пятой палубы. Мы увидели дым, поднимающийся с нижней палубы, и сразу пошли к администратору. Сольвейк, Экерхофт, была дежурным администратором на пятой палубе. Ко мне подбежали три мальчика с криком «Пожар!». Сначала они не восприняли это всерьез, но потом увидели позади нас дым. Я увидела поднимающийся дым, он был такой плотный, что я их едва различала, и подумала, что нам с пожаром не справиться, и все мы погибнем. Я позвонила на мостик к капитану Ларсену и сказала, что на корме бушует пожар. Два часа пятнадцать минут. Через пятнадцать минут после начала пожара капитан Хуго Ларсен получает первое сообщение о пожаре. В это же время люди видят дым и также подают сигнал тревоги, нажимая аварийные кнопки. Но капитану Ларсену неизвестен масштаб бедствия. В ближайшие тридцать минут от каждого его решения, от каждого поворота событий будет зависеть жизнь 482 человек, находящихся на борту. На пассажирском судне скандинавская звезда вспыхнул пожар. А днем охвачены две из восьми полуб. 482 человека оказались в беде. Два часа пятнадцать минут. На судовом мостике звучат сигналы пожарной тревоги. На большинстве кораблей это единственное место, где их слышно. С помощью дистанционного управления капитан Ларсен начинает закрывать противопожарные двери. Это обычная мера безопасности, цель которой предотвратить распространение огня. Эта последовательность действий станет отправной точкой для будущего расследования. Затем капитан включает сигнализацию общей тревоги, чтобы известить всех о пожаре. Эти сигналы должны быть слышны на всем судне. Два часа двадцать минут. Тремя палубами ниже судового мостика на пятой палубе Йена Харсена будет его беременная жена. В одной каюте с ними и полуторагодовалый сын Халвор. Я вижу, как Кристина выходит из каюты, беру на руки Халвора и тоже выхожу. Оказавшись в коридоре, понимаю, что я очнулся от глубокого сна и оказался в странной ситуации. Вокруг дым, похожий на плотный туман. Я даже не вижу стен коридора. Иен хватает сына и бежит сквозь густой дым, пытаясь вспомнить расположение внутренних помещений парома. Он даже не видит жену Кристину, которая вышла из каюты за несколько секунд до него. Пожар уже превратился в гиену огненную. По пятой палубе проносится огненный шар. Огонь охватил уже оба борта. Огненный шар проходит в нескольких метрах от двери каюты, где спят 11-летняя Хайди Йенсен и ее родители. Коридор охвачен огнем. Я стояла, кричала и глядела на огненную стену. Слышался треск. Это было ужасно. Потом папа подтолкнул меня и я побежала. Это были самые страшные минуты бегства от огня. Когда я поднялась наверх, казалось, пламя гонится за мной. Испуганная Хайди бежит к группе спасающихся пассажиров, которые ведут ее в относительно безопасное место, к спасательным шлюпкам на седьмой палубе. Пожар уже перебросился на третью, четвертую и пятую палубы. Лестничный пролет действует, как вытяжная труба, которая тянет огонь вверх. Он продолжает подниматься и охватывает ресторан на шестой палубе. Надрывно кашля, Йен Харсен выбирается на свежий воздух на пятой палубе. Но его беременной жены нигде не видно. Оставив сына с остальными, Йен пытается ее найти. Я попытался спуститься по лестнице, чтобы поискать Кристину, но меня встретил такой густой дым, что я подумал, если я сейчас не вернусь, Халвар потеряет и меня. Два часа двадцать четыре минуты. Находящийся на мостике на восьмой палубе, охваченный огнем скандинавской звезды капитан Ларсен, не знает, с какой скоростью распространяется огонь. Понимая, что ситуация вышла из-под контроля, он настраивает радиостанцию на шестнадцатый канал аварийной частоты. Прошу помощи. Он посылает сигнал бедствия всем кораблям, находящимся в этом районе. Это отчаянная просьба о помощи. Прошу помощи. Чтобы облегчить спуск шлюпок, капитан Ларсен останавливает двигатели. Скандинавская звезда дрейфует в тридцати километрах от ближайшего порта «Люсачиль» в Швеции. В два часа тридцать минут отключается вентиляция, еще одна мера безопасности. Но вследствие этого дым проникает в каюты через дверную вентиляцию. Пассажиры, застые в каютах-ловушках, оказываются в ужасном положении. Им некуда бежать. В отчаянии те, кто проснулся, ищут спасение где только могут, в шкафах, души. Но спрятаться негде. Команда в растерянности. Определенного плана на случай чрезвычайной ситуации у них нет. Лишь некоторые из них догадываются надеть дыхательные аппараты. В задымленных помещениях они ищут уцелевших. Один из них – помощник капитана Кирстен Хансен. Он рассказал об ужасной сцене администратору Сольвейк Экерхофт. Он стал свидетелем страшного случая. Женщина сидела у стены и держала на руках двоих детей. Дети были мертвы. Он хотел ее увезти, но женщина сказала, «Нет, оставьте меня. Я хочу умереть вместе со своими детьми». И она умерла. Два часа пятьдесят минут. Через двадцать пять минут после получения сигнала бедствия первым горящему судну подходит паром «Стена Сага». Один из членов его команды снимает на видео открывшуюся ему картину. Это его видеозапись. Вокруг горящего корабля много спасательных шлюпок. С пожаром справиться не удается. Капитан парома «Стена Сага» описывает эту сцену. Вся корма была охвачена огнем. Мы слышали крики людей и шум самого пожара. Это напоминало потрескивание попкорна. Языки пламени поднимались на десять-двенадцать метров. Подходят другие суда и начинается сложная работа по подъему спасательных шлюпок. Три часа двадцать минут. Судовой мостик, где стоит капитан Ларсен, заполняет дым. Ларсен говорит капитану парома «Стена Сага», что должен покинуть судно. Нордгрен знает, капитан покидает судно последним и хочет убедиться, что там никого не осталось. Вот запись их переговоров. Я спросил его, все ли эвакуированы, и он ответил буквально следующее. Насколько мне известно, думаю, все оставили судно. Но капитан скандинавской звезды совершил роковую ошибку. На борту остаются более тридцати человек. Они в ловушке на пятой палубе судна, покинутого его капитаном. Они не могут добраться до спасательных шлюпок на седьмой палубе. Путь им преграждает огонь. В воду прыгать нельзя, она слишком холодная. Ян Харсэм отчаянно старается уберечь от этого ада своего сына. Из всех отверстий шел густой дым. Огонь набрал огромную силу. Внутри корабля мы слышали гул, похожий на раскаты грома. С кораблей их заметили и отправили к корме горящего парома спасательные шлюпки. Йен спустился по канату, привязав к себе сына. Спасатели считают, что все пассажиры спасены. 5 часов 30 минут. В это время на скандинавскую звезду высаживают первые службы экстренной помощи. На борт поднимаются 9 пожарных из Гетеборга. Их возглавляет Ингвар Бринфорс. Когда мы увидели это судно, эту картину, у нас волосы встали дыбом. Алое зарево на фоне черного западного горизонта. 7 часов. Пожарные полтора часа ищут на судне уцелевших людей. Они добираются до кормовой части пятой палубы и обнаруживают множество мертвых тел. Мы словно оказались у врат Ады. В коридоре лежало много людей. Мы выбивали двери, чтобы пройти в другие помещения. Люди лежали на кроватях, в туалетах, в душевых кабинах. Там мы насчитали 71 погибшего. Общее число жертв на пятой палубе 76. Почти половина всех погибших. Что сделало ее таким опасным местом? Спасательные суда доставляют оставшихся в живых в Швецию, Норвегию и Данию. Люди разделены и не знают, находятся ли их близкие в каком-нибудь порту, живые и невредимые или остались на горящем корабле. На этих уникальных кадрах мы видим, как Хайде Йенсен и ее семья прибывают в норвежский Сандерфиорд. Увидев, как она несет на руках младшего брата, ее отец, бывший моряк, не выдерживает. Я видела реакцию папы, он заплакал. Думаю, только тогда он начал осознавать, что произошло. Когда я увидела его реакцию, то поняла, что мы пережили что-то серьезное, что-то ужасное. В то время, как скандинавскую звезду буксируют в шведский порт Люсичель, пожарные продолжают поливать водой дымящийся паром. Поиски людей продолжаются, и число погибших растет. Йен Харсен и его маленький сын добираются до берега. О беременной жене Йена, Кристине, пока ничего не известно. Я не знал, что думать. Может, ее отвезли в другое место? Или подобрало другое судно? После недели мучительных ожиданий полиция сообщает страшную новость. Кристину и нашего маленького сына – как я говорил, она была беременна – похоронили на церковном кладбище Аскера, городе, где мы жили. Кристина и Йен Харсен выходят из одной каюты в одно время, но он остается в живых, а она погибает. Она стала одной из 158 погибших в течение 45 минут на борту скандинавской звезды. Вернувшись к событиям того рокового дня и тщательно их проанализировав, мы можем рассказать, что произошло на самом деле. Как начался пожар? Почему погибло так много людей на таком маленьком пространстве корабля? Благодаря компьютерному моделированию мы окажемся в месте, недоступном для камеры, в центре зоны бедствия. Эту катастрофу расследует группа скандинавских экспертов. Используя их данные, мы восстановим цепь роковых событий и выясним причину ужасной трагедии. Это съемка парома после пожара. Как начался этот страшный пожар? Чтобы узнать это, необходимо найти очаг возгорания. Группу следователей возглавляет директор Норвежского научно-исследовательского института пожарной безопасности Хьелл Шмидт Педерсон. Мы должны были описать, как развивался пожар, что послужило его причиной, в какое время и где он начался. Найти причину не так просто. Нужно восстанавливать события. Это настоящая головоломка. Эксперты идут по следам огня в обратном направлении к месту возникновения пожара, к очагу возгорания. Следы приводят в коридор на третьей палубе. Они знают, что причину разрушительного пожара следует искать здесь, в этом сгоревшем коридоре, который они сняли на видео. Они полагают, что характер повреждений указывает на то место, где начался пожар. Здесь они находят остатки льна. Они приходят к выводу, что пожар начался в куче постельного белья. Но как белье могло загореться? Здесь не было электрического оборудования, не было нагревателей, в этом коридоре не было гидравлических систем. Мы не нашли никакого оборудования, которое могло бы стать причиной пожара. Мог ли пожар возникнуть по неосторожности пассажира или члена команды? Они узнали, что пассажирскими каютами на третьей палубе не пользовались. На палубе никого не было. Следователи озадачены. Правда станет известно только тогда, когда они раскроют все загадки рокового пожара на скандинавской звезде. Два часа. С помощью методов криминалистики группа Шмидта-Педерсена определяет, что пожар мог начаться именно в это время. До катастрофы 45 минут. Расследование концентрируется на скорости распространения огня. Как мог огонь, вспыхнувший в куче белья, превратиться в сильнейший пожар, который пронесся по всему парому скандинавская звезда. На пароме скандинавская звезда бушует пожар. Гибнут 158 мужчин, женщин и детей. Это самая крупная морская катастрофа за всю историю скандинавских стран. С помощью компьютерной графики и официальных данных мы восстанавливаем цепь роковых событий. Причина пожара остается неясной. Специалисты устанавливают, что пожар начался приблизительно в два часа, когда на третьей палубе загорелось постельное белье. Но эксперты в недоумении. Как такой маленький очаг возгорания мог превратиться в сильнейший пожар? Чтобы раскрыть секреты пожара на скандинавской звезде, специалисты воспроизведут его в лаборатории. Нам пришлось провести полномасштабный эксперимент в таком же коридоре, какой был на корабле. Это важно для выяснения того, как распространялся огонь. Мы использовали такие же материалы. Постельное белье просто сгорело бы. Стены на судне были металлическими, покрытыми огнеупорными азбестовыми пластинами. Они и преградили бы дорогу огню. Обследование сгоревшего коридора показало, что азбестовые пластины выгнулись, но не прогорели. Если пожар разрастался не за счет отделки стен, то за счет чего? Что-то должно было питать огонь, когда он шел по кораблю. Следователи озадачены. Они продолжают искать причину и обнаруживают, что декоративное белое покрытие азбестовых плит исчезло. Но это покрытие было толщиной в 1,6 мм, чуть толще компакт-диска. Материал толщиной в 1,6 мм – это очень тонкий материал. Нужно выяснить, как он воспламеняется, что для этого необходимо, какую он выдерживает температуру. Эксперименты Шмидта-Педерсена показывают, что стенное покрытие легко воспламеняется. Расчеты говорят о том, что квадратный метр этого покрытия горит так же, как полтора литра бензина, вылитый в огонь. Основной подпиткой смертоносного пожара было это тонкое покрытие. Оно служило для украшения интерьера корабля, но было настолько легко воспламеняющимся, что пожаростойкость азбеста уже не имела никакого значения. Остается 36 минут. Исходя из результатов экспериментов, группа Шмидта-Педерсена делает вывод, что это покрытие горит, как порох. Теперь понятно, что именно оно питало пожар. Но как он вышел за пределы коридора третьей палубы? Почему огнеупорные переборки и противопожарные двери не удержали огонь в коридоре? На судне две переборки. Здесь и здесь они делят судно на три отсека, чтобы огонь не распространялся в другие отсеки. Противопожарные двери позволяют пассажирам выйти за переборку и сдерживают распространение огня в отсеке. Но не в том случае, если двери открыты. Капитан Ларсен закрывает двери с помощью дистанционного управления, там, где включена пожарная сигнализация. Но на скандинавской звезде пожарная сигнализация не автоматическая. Она включается вручную. То есть двери можно закрыть там, где люди видят пожар и нажимают аварийную кнопку. Там, где начинался пожар, конечно, никто никакие кнопки не нажимал. И двери были открыты. Остается 36 минут. Огонь проникает за дверь и распространяется по всему кораблю. Но следователи не могут понять одного. Судя по всему, огонь достиг пятой палубы быстрее, чем должен был, а оказавшись там, пронесся по кораблю огненным шаром. Почему он так быстро распространился внутри судна? Рассказ свидетеля поможет восстановить ход событий. 25 минут. Кристен Блинтхайм выбирается из своей каюты и идет к ближайшей лестнице. Мы были в нескольких метрах от лестничного пролета, и вдруг он стал заполоняться сверху черным дымом. Но горячий дым должен подниматься, а не опускаться. Почему Кристен Блинтхайм видел дым, опускающийся в лестничный пролет? То, что дым так перемещался, вызывает недоумение. Мы были немного не то что удивлены, но подумали, что это странно. Исследователи идут по следу дыма и огня и оказываются у этой двери на третьей палубе, за которой начинается автомобильная палуба. На этой фотографии повреждения, причиненные огнем. Их характер свидетельствует о том, что во время пожара дверь была приоткрыта. Еще одна подсказка – сгоревший фургон, стоявший у этой двери. Такие повреждения могли причинить горячие газы, выходившие из двери и сжегшие автомобиль. Вентиляцию автомобильной палубы обеспечивают мощные вентиляторы, предназначенные для вытяжки и удаления вредных выхлопных газов с корабля. При открытой во время пожара двери, которая ведет на автомобильную палубу, вентиляторы буквально тянут огонь по всему судну. Пожар начинается в коридоре на третьей палубе. Через 20 минут поток воздуха затягивает огонь через лестничный пролет на пятую палубу. Там он становится огненным шаром и проносится по открытому пространству пятой палубы до лестничного пролета на другой стороне палубы. Дым и огонь втягиваются в пролет вниз и попадают через открытую противопожарную дверь на автомобильную палубу. Через 10 минут вентиляторы выключают, но уже слишком поздно. Остается непонятным, почему 39 человек не смогли выбраться из кают в кормовой части пятой палубы. Как пассажиры узнают об опасности? Основное предупреждение — общий сигнал тревоги. Он должен был привлечь внимание пассажиров. Следователи выясняют расположение кают и аварийных сирен. Оказывается, в 59% кают, расположенных в кормовой части пятой палубы, громкость сигнала тревоги менее 57 дБ. Значительно тише звуков, проникающих в салон Роллс-Ройса, когда он едет по шоссе. Пассажиры не проснулись просто потому, что не слышали сигнала тревоги. Он был слишком тихий. Пожарный инструктор Крис Хиррис объясняет, почему. Первоначальный звук очень громкий. Он идет по коридору, затем поворачивает налево или направо в другой коридор. Дальше и дальше. Проходит мимо дверей кают, в которых находятся пассажиры, и слабеет. К тому же на судне присутствуют постоянные шумы, вентиляции, двигатели. Не слыша сигнала тревоги, заглушенного шумом вентиляции работающих двигателей, пассажиры в этих каютах так и не проснулись. Но тела 37 пассажиров, чьи каюты были расположены в кормовой части пятой палубы, найдены в коридоре. Эти люди слышали или голоса, или сигнал тревоги. Почему им не удалось спастись? Почему руковые обстоятельства определили, кому жить, а кому умереть? Обычное плавание парома «Скандинавская звезда» заканчивается смертью 158 человек. Остается 30 минут. Звучит сигнал тревоги, люди в кормовой части пятой палубы пытаются спастись. В коридорах найдено 37 тел погибших. Одна из них – жена Йена Харсема Кристины. Но Йен, выбежавший из той же каюты, в то же время остается жив. Почему так случилось? Следователи озадачены. Они изучают план корабля, пытаясь раскрыть загадку зоны смерти в кормовой части пятой палубы. То, что они обнаруживают, приводит их в ужас. Рассказывает специалист по противопожарной безопасности профессор Эд Галлиа. В конструкции скандинавской звезды, а именно кормовой части пятой палубы, были серьезные недостатки. Этот коридор заканчивается тупиком. Выход находится на другом конце коридора. У другого борта такой же коридор с тупиком. Чтобы выйти, нужно вернуться. Жизнь или смерть зависит от мгновенных решений, которые принимают люди, пытающиеся выбраться из коридоров, охваченные пожаром скандинавской звезды. Добежав до их коридоров, Йен Харсем с сыном Халваром на руках поворачивает направо. Тело его беременной жены Кристины найдено слева. Она не смогла найти выход в лабиринте коридоров. Он поворачивает направо, она налево. Это простое решение определяет их судьбу. Он и Халвар остаются в живых, а Кристина умирает. Следователи понимают, что испытали обреченные люди, пытаясь спастись с горящей скандинавской звезды. Остается один невыясненный вопрос – что их убило? Несмотря на полыхавший огонь, тела, найденные в кормовой части пятой палубы, не обгорели. Если жизни такого количества людей унес не огонь, то что же? Внимание следователей привлекает густой дым, образующийся при горении тонкого стенного покрытия и заполняющий внутренние помещения. Эксперименты открывают ужасный факт – дым на скандинавской звезде крайне ядовит. В нем содержится не только угарный газ, но и синильная кислота. Синильная кислота убивает мгновенно. Из истории мы знаем, что с помощью этого газа Гитлер уничтожал евреев в концлагерях. Этот газ смертельно опасен. Комбинация синильной кислоты и угарного газа не оставляет шансов выжить. Из 158 жертв все, кроме 10 человек, умерли от ядовитого дыма. Незадолго до смерти вы лишаетесь способности двигаться и оказываетесь в ловушке. Затем наступает смерть. В данном случае это произошло в течение нескольких минут. Компьютерное моделирование показывает, что через 8-12 минут после начала пожара концентрация ядовитого дыма достигла смертельного уровня. Когда капитан получил сообщение о пожаре и увидел полыхающий огонь, положение тех, кто был на борту, было уже критическим. Как только ядовитый дым достигает пассажирских кают, временная последовательность становится менее определенной. Тех, кто мог бы ее уточнить, нет в живых. Группа Шмидта-Педерсена пришла к выводу, что через 45 минут после начала пожара все было кончено. Огонь вышел из-под контроля, внутренние помещения заполнены токсичным дымом. Все, кому огонь и дым отрезали путь к спасению, погибли в каютах и коридорах. До подхода первого корабля стена САГО остается 5 минут. Но следователи не могут ответить на один вопрос. В чрезвычайной ситуации за безопасность пассажиров отвечает команда. Команда должна быть подготовлена к действиям в подобной обстановке. Почему члены команды не сделали все, что должны были сделать во время бедствия на скандинавской звезде? Эксперты проверяют вахтенные журналы, опрашивают команду и узнают правду. Семена катастрофы были посеяны более чем за две недели до рокового пожара. Скандинавскую звезду поспешно вводят в эксплуатацию. До этого она выполняла совершенно другую задачу, была плавающим казино в Майами с другой командой на борту. Менеджеры решили за 10 дней переоборудовать плавающее казино в пассажирский паром и обучить новую команду. В слишком короткий срок, как считает капитан торгового судна Эмма Тиллер. За две недели нельзя как следует подготовить команду для работы на новом корабле. Думаю, минимально допустимый срок — от 6 до 8 недель. Не было проведено ни одной пожарной тренировки. Более того, обнаружилось, что многие члены команды не знают ни английского, ни одного из скандинавских языков. На этот факт обратили внимание многие пассажиры еще до катастрофы. Вечером я обнаружил, что многие члены команды были португальцами. Они не говорили ни по-норвежски, ни по-английски. Неразбериха в многоязычной команде стала проблемой с самого начала плавания. Когда произошла катастрофа, команда стала неуправляемой, поясняет капитан судна «Стена ОСАГА» Леннард Нордгрен. Позже выяснилось, что при подготовке команды было столько упущений, что она была совершенно не готова выполнять свои обязанности. Скандинавская звезда была запрограммирована на несчастный случай. Но все это не дает ответа на последний важный вопрос. Как начался пожар? Следователи выяснили, как смертоносный огонь распространялся по парому скандинавской звезда. Теперь они намерены узнать, как начался пожар. И делают поразительное открытие. В ту ночь это был не первый пожар на судне. За 15 минут до рокового пожара был еще один пожар. Кристен Блиндхайм был тому свидетелем. Пожар произошел у его каюты. Я открыл дверь и увидел, как от пола к потолку поднимается пламя. Я схватил постельное белье, выбежал в коридор, бросил белье на пол и стал затаптывать огонь. Капитану сообщают о пожаре, огонь быстро тушат. Кристену говорят, что ситуация под контролем, но это неправда. Никто не обеспокоен вероятностью нового пожара. Не звучит сигнал пожарной тревоги, не закрывают противопожарные двери. Когда это делают, уже слишком поздно. О первом пожаре известно немного. Согласно официальному сообщению, его причиной мог стать открытый огонь, и группа Шмидта-Педерсона не находит свидетельств того, что второй пожар начался случайно. Мы пришли к заключению о том, что пожар возник от спички или зажигалки вследствие преднамеренных действий. Кто-то устроил смертоносный пожар. Это был поджог. Кто был поджигателем? Возможно, мы никогда этого не узнаем. Когда полиция начинает собирать сведения о жертвах, выясняется, что один из пассажиров, датчанин, состоит на учете в полиции. Он был четыре раза осужден за поджог, и полиция обращает на него внимание. В США есть два судна-близнеца скандинавской звезды. В течение семи лет предшествовавших этой катастрофе на всех трех кораблях были сильные пожары. Лишь за два года до рокового рейса в машинном отделении самой скандинавской звезды возник пожар. В то время судно получило нелестные оценки экспертов Национального совета по безопасности на транспорте США. Они обратили внимание на отсутствие общего языка в команде, как и скандинавские специалисты. Цепь роковых событий ведет к катастрофе. Разрыв в любом месте этой цепи мог бы предотвратить катастрофу. Будь команда лучше подготовлена, больше пассажиров было бы эвакуировано. Если бы капитан сделал должные выводы из первого пожара, второй могли бы потушить быстрее. Если бы кто-нибудь находился на третьей палубе и сообщил о возгорании, оно бы не имело таких страшных последствий. Если бы на пассажирских палубах была дымовая пожарная сигнализация, огонь бы вовремя потушили. Если бы противопожарные двери закрылись сразу, пожар был бы локализован. Если бы сигнал тревоги звучал громче, в кормовой части пятой палубы проснулось бы больше пассажиров. Если бы на стенах было огнеупорное покрытие, оно не стало бы источником ядовитого дыма. Но все произошло так, как произошло. И 158 человек погибли. Для скандинавов, которые так гордятся своим вниманием к мерам безопасности, этот пожар стал потрясением. Это одна из самых крупных катастроф на воде. В официальном сообщении вся вина возлагается на судовладельца и капитана. Капитана Ларсена, владельца и менеджера паромной компании приговорили к шести месяцам тюрьмы за халатность. Оставшиеся в живых не могут забыть эту трагедию. Хайди и Йенсен много лет мучили кошмары. Мне все время казалось, что вокруг меня, вокруг моих ног бушует огонь. Когда я находилась в какой-нибудь комнате, мне чудилось, что соседняя комната охвачена огнем. Йену Харсему пришлось одному воспитывать сына. Он снова женился через 12 лет. Йен стал специалистом по безопасности на морском транспорте и уделяет много времени повышению безопасности на кораблях, плавающих по всем морям и океанам. Вопрос безопасности на судах актуален для всех стран. Путешествуя в Европе или в США, вы в любой момент можете оказаться в подобной ситуации. Эта проблема не решена до сих пор. Но эта катастрофа стала уроком. Даже если бы скандинавская звезда была лучше оборудована и ее конструкция была более безопасной, судьба пассажиров зависела бы от плохо подготовленной команды, члены которой говорили на разных языках. Таков урок, вынесенный из трагедии скандинавской звезды. Были изменены международные правила техники безопасности. Теперь судовладельцы и менеджеры несут большую ответственность за профессиональную подготовку команды и ее умение действовать в чрезвычайных ситуациях. Остается надеяться, что после трагедии скандинавской звезды морские путешествия станут более безопасными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова